В начале августа Константин Зырянов пообещал стать инструктором по тест-драйву, если болельщики «Зенита» соберут 2 миллиона 100 тысяч рублей на эндопротезирование для 14-летнего Олега Казаева. К третьему сентября удалось собрать половину необходимой суммы. Однако из-за насыщенного футбольного графика было принято решение, что старший тренер молодежного состава «Синий-белоголубых» выполнит свое обещание раньше срока. Мы продолжаем сбор средств для Олега Казаева, подопечного благотворительного фонда «Русфонд», и совместно с проектом «Давай-давай» и футбольным клубом «Зенит» пытаемся собрать необходимую сумму для лечения, для операции. Олегу я хочу пожелать, чтобы операция прошла успешно, после того, как мы соберем все средства, и быстрого восстановления. Хотелось бы лично познакомиться с Олегом, потом и посадить его в мучную руку. 7 тонн весит 450 лошадей, может использоваться для буксировки автопоеза 20 тонн. Для того, чтобы войти в машину, во-первых, лицом вперед, есть поручни, есть ступеньки. Прежде чем примерить на себя роль учителя, Константин сам прошел инструктаж от мастер-тренера Михаила Шилкина, который показал, как управлять грузовым автомобилем, обучил технике безопасности и познакомил с маршрутом на площадке. Опа! Седеврально. Готовим рабочее место. Так, мы сначала с трудовой колонки, правильно? Отлично. Попробуйте, как она играет. Теперь смотрим зеркала. Зеркала? Мировой КМФ. Что мы видим? Видим. Все нормально. Запуск двигателя. Отлично. Теперь, чтобы начать движение, нам нужно будет снять состояние ночного тормоза. Нажал на кнопку, лампочка погасла. Включаем передачу. Наша задача сейчас адаптироваться в движение и проехать несколько кругов. Главная безопасность. Смотри. Поехали. Поехали. Не забывайте про газ. Ее не надо. Просто вот дотронулся до нее и держишь. Ты смотришь в зеркало. Привык. Крути, 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 крути. Крути. Ну что, классно все. Еще круг и встаем вот туда, на точку сейчас. Давай, 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 еще, 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 еще. Вот она, линия-то. А, до линии надо. Вот она, вот до этой станет когда. Давай, давай, давай. Оп. Все, точняк. Вот тут где-то остается 30 сантиметров сейчас до конца. Ну, супер. Мы сейчас выезжаем на площадку, едем периметр. Поедем по фигурке? Ну, давайте. Давайте. Крути, крути в другой стороне. Крути, 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 крути. Тут надо крутить. Еще, 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 еще. Так, теперь сюда. Нормально, нормально. Я специально провоцирую на то, чтобы энергично кручать пересет. И встаем между змейкой и каруселью. Стоп, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Стоп, стоп, стоп. Отлично. После успешного прохождения трассы Константин пересел на место инструктора, чтобы поделиться водительским опытом со следующим гостем технического центра «Восток». Видите? Продолжительное нажатие заводит автомобиль. О! Так, с какой скоростью мы можем двигаться по этой площадке? Скорость, какая вас устраивает. Прекрасно. Так, замечательно. Просто прекрасно. Вы хотите сказать, что у меня получается? Да. Причем даже очень хорошо получается. Так, теперь мы делаем змейку. Да, давайте сделаем змейку. Справитесь, Алексей? Я попробую. Машина очень маневренная. Потрясающе. Теперь мы делаем змейку. Теперь мы делаем восьмерку. Восьмерку. Так, поставили на стояночный тормоз. Теперь эта же кнопочка выключает двигатель автомобиля. А коробка передач? Мне кажется, она автоматически перейдет в нейтралку. Но можно повернуть на нейтралку. Так будет лучше, да? Я думаю, что да, безопаснее. Так, и теперь? Теперь. Тормоз отпускаем. Машина стоит на стояночном тормозе. Что скажете про вашего ученика? Вы знаете, вот всем бы преподавателям, учителям, таких учеников. Тогда все бы у нас было в России хорошо. За пять лет проект «Давай, давай» поддержали 18 игроков и тренеров «Сине-бело-голубых». А болельщики собрали 33 миллиона рублей на лечение тяжело больных детей, подопечных РУСФОНДА в Санкт-Петербурге. Ближайшая цель – собрать оставшиеся миллионы 98 тысяч для Олега Казаева. Пожертвования принимаются на сайте РУСФОНДА при помощи банковских карт, СМС и основных платежных систем. РУСФОНДА